Продолжение следует... Вот есть этика справедливости, которая основывается на понятии справедливости, и этика добра, которая основывается на понятии добра. Разница состоит в том, что справедливость может быть сформулирована абстрактно, в виде законов, принципов и прочего. То, что справедливость – это некое равновесие, а равновесие легко сформулировать. Это можно своего рода в некой формуле сформулировать, симметричной, но равно другому. А добру конкретно, и сформулировать его для всех случаев невозможно. Ну что такое значит, сформулировать нечто абстрактное? Это означает, что его сформулировать для всех случаев, то есть некую всеобщесть выразить. И вот примером, ярким примером такой всеобществ является, допустим, категорический императив Канта. А что такое добро? Это нечто конкретное, в каждом конкретном случае надо будет действовать как-то особенным образом. Поэтому нет никакого принципа добра, а есть просто добро, которое выражается, допустим, в такой вещи, как любовь. Надо действовать, исходя из любви к ближнему. Как это действовать в каждом конкретном случае, это надо учитывать все обстоятельства, но мы об этом тоже много говорили. То есть добро конкретно, оно не может быть сформулировано в абстрактном принципе. И поэтому здесь различается, даже с политической точки зрения, то, что построено на этике справедливости и вообще на справедливости. Это вот, например, все демократические государства, всякого рода системы государственные. Да. Католичество. Католичество на этом построено. В чем тут дело? Давайте сначала попытаемся с этикой справедливости справиться. Дело в том, что для того, чтобы люди могли с друг другом договориться, им надо придерживаться каких-то общих принципов, каких-то общих законов. А для того, чтобы их придерживаться, нужно их в каких-то кодексах прописать, составить какие-то там правила. То есть явно сформулировать. Сформулировать можно только принципы справедливости. И поэтому все, что опирается на некоторые писанные законы, на некоторые кодексы и прочее, все это не может двинуться дальше к этике справедливости. И все это основывается, и максимум, чего они могут достигнуть, это требовать справедливости. И поэтому, если западные страны стремятся все внутреннее сделать выраженным во мне, то есть все, что только можно прописать, все, что только можно продекларировать, постольку у них на самом деле царствует именно абстракция, такая абстрактная этика. И она выражается, как я говорил, в религии, в нечто в виде католичества или протестантизма, а в политической сфере это демократия. Соответственно, когда мы переходим к этике добра, к некой конкретной этике, поскольку там невозможно сформулировать эти принципы, просто каждый конкретный случай требует конкретного приложения, то действуют какие-то неписанные законы. То, что у нас, можно назвать, мы живем по понятиям, а не по законам. В этом отличие, допустим, западные страны живут по законам, а мы, хотя у нас и есть законы, но как-то живем по-другому, как-то по понятиям живем. То есть сюда же относятся, допустим, жить по совести. Мы живем по каким-то таким неписанным правилам, которые как бы растворены в культуре, растворены в нашей традиции, в менталитете народа, что ли, населяющего нашу страну. Он как-то так. И вот эти вот неписанные правила, они в религии, они характеризуют такую вещь, как православие, а в политике у нас характеризуют такую вот вещь, как вот непонятное наше государство, которое вроде бы тоже пытается быть правовым государством, и тем не менее ничего этого не получается. Потому что законы издаются, на самом деле, а люди живут по-другому. И вот здесь я вижу некое противостояние Востока и Запада. И суть здесь состоит в том, что мы на самом деле не пытаемся все, что у нас есть внутреннее, вывести во мне, их прописать, продекларировать. У нас вот мы понимаем, на самом деле, что есть нечто, что просто невозможно выразить. И вот это невыразимое, оно нам известно, мы как-то его понимаем. Вот, например, оно в велении сердца проявляется, оно в совести как-то проявляется. Но мы не стремимся, как бы, вот как это поступил бы здесь, допустим, законник, он попытался бы все случаи исчислить, да, и создать какой-нибудь кодекс, да, в котором все было бы прописано. А мы это не пытаемся сделать, мы просто понимаем, что это не нужно. Как-то мы уверены в этом, мы на этом как-то настаиваем. И вот эта вот опора на конкретику, вот она и есть то, что связано с этикой добра. Это совсем другая позиция. И эта позиция этика добра, она идет дальше, чем этика справедливости. Этик справедливости останавливается на некой абстракции. То есть, можно сказать, было бы так, что категорический императивкант – это максимум, чего может достигнуть западная этика. Они больше, больше они не могут понять, на самом деле. Вот это у них вершина как бы этики. Я вот читаешь как бы этические учебники, там видишь, на самом деле, что они большего не понимают. Они понимают, как можно двинуться дальше. А вот наши, у нас вот есть это понимание, как можно двинуться дальше. И вот это движение дальше связано с добром, которое невозможно выразить. Но, с одной стороны, оно связано как-то с жертвенностью. Ну, это вот отдельный разговор, да. А с другой стороны, как-то она связана с активностью. И вот теперь, для того, чтобы к этому разговору о добре подойти, еще с другой стороны, необходимо как бы понять, в чем состоит природа человека. Вот в западной традиции природа человека понимается как нечто самодостаточное, как своего рода такой суверен, такой универсальный человек. Знаете, в эпоху Возрождения был такой там. Универсальный человек, он все может, перед ним все открыто, все возможности. Он своего рода нечто такое, что подобен Богу. В смысле своих возможностей. То есть, вот была такая какая-то вера и учаяние вот такой универсальности. Человек – это микрокосом, в котором отражается весь макрокосом. В частности, там можно даже по каким-то работам посмотреть. Вот у Макеавелли есть там такая работа «Государь», где «Государь» на все случаи жизни может стать кем угодно. Он такой хамелеон, в зависимости от ситуации, может стать кем угодно, потому что он такой универсал. И вот этому противостоит другая позиция человека, где человек, на самом деле, член общины. Человек не является чем-то универсальным, а человек является какой-то клеткой в организме. То есть некий организм – целостность. А человек – это нечто частичное внутри этого организма. На самом деле, субъектом сувереном является эта община, а каждый отдельный человек – это просто какая-то частичка этой общины. Сосед – это другая позиция, противоположная вот этому суверенности европейской, суверенности западной. Причем, как бы, с одной стороны, в западной культуре говорят постоянно о свободе этого суверена, о том, что он есть там, допустим, вот в экзистенциализме говорится о том, что вот он – возможность, да, там, возможность быть. Он некий проект, обращенный в будущее. И все-таки, как бы, постоянно говорится о каких-то возвышенных тонах о том, что вот человек – это своего рода, там, бог на земле, да, там. Ну, понятно, с ограничениями определенными, но тем не менее. А у нас всегда говорится о том, что человек – это он не мужчина, да, вот он вроде как ничто какое-то, да, он вроде как, это, его почти нет, как бы. А есть, вот, например, народ есть, да, есть какая-то общинка есть там. То есть, другой разговор. И все-таки, смотря на то, что происходит с западными демократиями, можно понять все-таки, что наши вот позиции, да, что человек, если говорить в философских, следового так сказать, что человек – частичное существо, что он не универсальное, не суверенное существо, да, такое абсолютно свободное, да, а что он, на самом деле, частичное существо, что он, конечно, имеет какую-то свободу, но, на самом деле, он во многом зависит и путан, и связан с обществом. И даже дело не только, что он связан, а что, на самом деле, свою целостность, свою человеческую природу, он достигает только в составе общества. То есть, общество его замыкает. Вот, я как человек получаю полноту своей человечности только благодаря тому, что живу в обществе. Я, например, не имею одного, там, не имею другого, не имею третьего, у меня одни способности. Допустим, я умею размышлять, не умею работать на земле, не умею управлять государством и прочее. То есть, я как бы в составе общества дополняю других людей, которые это умеют, и они дополняют меня. Или, вот, например, можем взять и другие примеры такого, да, допустим, в семье мужчина дополняет женщину, женщина дополняет мужчину, да, вот, некая общность в виде семьи. Семья как малая церковь у нас, это понимается. Или там другая, допустим, коллектив какой-то, да, допустим, коллектив фирмы, или там партия какая-нибудь, да, или там, опять же, это община, общество, государство и так далее. В любом случае, всегда мы понимаем, что человек частичен. Он, конечно же, свободен, но он не суверен. Он не полнота возможностей, он ограниченные возможности у него есть. То есть, человек здесь понимается так же конкретно. Если на Западе человек понимает в силу своего, того, чтобы абсолютной свободы, он понимается абстрактно, опять же, абстрактно, как некий субъект, да, вот, формального права такого, где как бы даже конкретного лица нет, да, вот два субъекта как-то формального права вступили, некие формальные отношения, и в это формальные отношения взаимно как бы друг друга ограничили. Да, вот, ну я про это говорил, как про формальную этику. А у нас конкретный субъект, каждый отдельный человек, он конкретен. конкретные, допустим, крестьяне. Было, может быть, не надо все время вот у них, у нас, у них, у нас. Просто, как бы, сказать, что есть два подхода. Потому что это очень условно. Условно. Те же коммунисты, как бы, понимаешь, они на Западе очень даже присутствуют, социалисты всякие. И такие мысли тоже много, у кого наверняка бродят. Я имею в виду, конечно же, о преобладании, о некое доминирование, каких-то отдельных идей по отношению к другим. Потом всегда, как бы, тебя могут спросить, как бы, ну, хорошо, вот есть, ну, есть Запад, и на этом все. А как живут там какие-нибудь китайцы, индийцы, там, японцы, вот, не знаю, там, африканцы. Ну, короче говоря, как бы, получается, какая-то, с одной стороны, теология-то замкнутая система, получается, вот есть один вариант, есть другой, как будто там, третьего, четвертого невозможно. С другой стороны, это Запад и Россия. Ну, то есть это, как бы, какой-то получается такой разговор. Мне сложно быть это китайцам и японцам. Да не надо о ней говорить, просто вот скажешь, что есть... Хорошо, есть два подхода. Два подхода, да. Один более характерен, мы наблюдаем его там, для западных каких-то, вот, демократий, да, как говорят. Ну, здесь, опять же, разговор я не хотел бы вести даже о политике. Разговор идет о, в принципе, о установке, о том, как понимается человек, и как понимается соотношение человека и общества. Если человек понимается как суверен, как некая автономная воля, как своего рода нечто самодостаточное и самозавершенное, то, естественно, как бы и этика спускается до отдельного человека, и, как бы, возникает этика личного убеждения. Да, каждый отдельный человек, он суверен, этика, как бы, рассматривается на уровне этого человека. Если человек является частичным существом, у его воли частичная, и фактически субъектом этики выступает тогда общество, в которое он вписан. Во многие его общности, общность семьи, общность там, партии, общность там, как бы, государства и так далее. Тогда этику надо рассматривать на уровне общности. И вот на уровне общности, вот наша этика, которая существовала, ну, скажем так, как та вторая этика, которую я переписывал восточную, восточному пониманию, это то, что связано с православием, и вырастающим из него коммунизмом. Потому что ведь коммунизм так и понимается, на самом деле, что есть своего рода, государство понимается как никакого рода организм, в котором, прежде всего, доминирует воля общего. И, конечно же, существует воля каждого конкретного индивида, но, тем не менее, важно вот именно то, что должна быть некая гармония, да, между единичной волей и волей общественной. И более того, общественная воля всё-таки доминирует на воле единичного. Ведь здесь возникает вот такая коллизия между единичной волей и общественной волей. Потому что и... Одно из главных проблем вот этой формальной этики, да, которую я приписывал Западу, да, состоит в том, что часто очень этика личного убеждения противоречит общественной этике. То есть, вот есть какое-то понимание того, что представляет собой общественное благо, а индивид, ну, как считается, если он суверен, он имеет право даже выступать против этого общественного блага. Если у него... Он имеется, говорю, в погоне за личным благом, он имеет право даже, как бы, не рассматривать и не принимать в расчёт никакой общественной благой. Отсюда возникает вот эта вот экономика наживы, в частности. Ну, как мне кажется. Может быть, это далеко идущий вывод, но тем не менее. Что я имею право, как бы, всеми силами приносить себе благо, даже в ущерб обществу. Потому что я суверен, как бы, да, вот я и являюсь, как бы, у меня есть некая этика и личные убеждения, и я имею право это делать. Вот, например, партистантизм, допустим, да, из которого вырастает капитализм, да, в частности. А у нас ведь не так. У нас, на самом деле, и даже если взять вот наших капиталистов, из наших купцов, у них всегда вот существует вот понимание некое, что их богатство, своим богатством они обязаны обществу, в котором живут. И поэтому, по крайней мере, до революции, когда вот существовал этот дух общины, да, богатые люди очень часто занимались благотворительностью, да, потому что они понимали, что вот обязаны, во многом обязаны, как бы, другим людям, то, что им живётся хорошо. Это как бы другое понимание, да. Ты понимаешь, на самом деле, что твоя этика, она никогда не может, твоя этика личного убеждения, даже если она присутствует, она всё равно является частичной. Потому что ты должен как-то умудряться, а это ведь сложно сделать, да, понять, в чём состоит благо общества. Оно ведь, как я говорю, что оно же невыразимо в виде принципов, да, оно как бы только растворено в культуре, да, вот растворено в неком, как бы, вот, то, что можно было бы назвать в неписанных правилах общества, да, вот, как у каких-то каком-то менталитете народа, что ли, как-то так вот, в чём-то таком невыразимом. Ну, традиции, наверное, культуры как-то расстроены. Вот, например, если мы вспомним древнее общество, да, все традиционные общества, то ведь там ребёнок, когда рождался, от рождения до самой смерти, он проходил ряд инициаций, ряд вот каких-то культурных, ну, этапов, как бы, своего развития, и каждый раз вот было предопределено, что он должен, как бы, что от него требуется, что от него ждут, как бы. Человек рождался в этом мире, и он, в буквальном смысле, двигался по некоторой уже созданной линии, да, если он от неё отклонялся, то это считалось, как бы, неправильное поведение, то есть его правильность жизни, она, как бы, уже была выписана. И здесь вот, кстати, ещё большое значение имеет, вот почему протестантизм отказался от святого предания. Вот эти вот неписанные правила, поскольку их нельзя сформулировать, поэтому требуется накапливать некоторые образцы святости, да, накапливать некие образцы правильного поведения, да, то есть, напрямую, накапливать предания, как люди жили, чего они могли достигнуть, да, вот накапливать этот опыт. Протестантизм отказывается от предания, просто всего того, что его невозможно, вот это, кодифицировать. Да, вот есть некий кодекс, вот в виде, допустим, библии, да, вот он зафиксирован, а всё, что как бы непонятно зачем, как бы приданное ему извне, как бы всё это надо отбросить. Вот это вот стандартная позиция протестантизма, отбросить всякое предание. Для этики, которая основывается на конкретности, это всё предание ценно, потому что никаким образом другим невозможно передать вот это неписанное право, да, неписанные правила поведения, кроме как опираясь на какие-то образцы, на образцы святости, там, образцы правильной жизни, неправильной. И коммунизм здесь вырастает, опять же, из православия интересным образом, что фактически ведь, ну, уже много уже об этом говорено, что коммунизм, фактически это просто христианская идея без Бога. Да, как бы построено, как отбросили Бога, да, и попытались построить всё на рациональном основе. Но на самом деле смешно-то, смешно-то состоит в том, что вот в силу того, что если коммунизм сделать на основе принципов, то он превратится просто в этику справедливости, то есть превратится вот в эту вот как бы демократию, да, своего рода, там, идеальную демократию, которая не удаётся. Потому что конкретная... Почему не удаётся? Потому что конкретная жизнь, да, конкретная жизнь всегда отличается от всякого рода принципов. Сколько... Невозможно никакими принципами охватить всё многообразие жизни. Поэтому коммунизм всегда останется абстрактной идеей, если она будет опираться только на принципы. Поэтому коммунизм должен был бы двинуться дальше, а именно в этику добра, да, то есть попытаться основываться на конкретности жизни. Основываться на конкретности жизни невозможно на принципах. Недостаточно было сказать, как говорил Матис. Ну, тут есть, вот, в том, о чём ты рассказываешь, есть, ну, собственно, философская проблематика, есть о чём поговорить, профилософствовать, а именно, вот, об этом субъекте единичном и об обществе как субъекте, что как бы первичное. То есть, в основании двух этих этических систем, которые ты озвучивал, лежит разная онтология. В одном случае, как бы, у нас онтологическими единицами являются отдельные люди, из них складывается общество. Как из атомов. Как из атомов, да, как из того, что есть, так сказать, поистине, на самом деле, вот, как кирпичик. В другом случае, есть некое, как море общества, а люди всего лишь, там, как некие возмущения, как его, как бы... Нет, нет, есть, скорее, у шара, лучше, говорит, организм. Ну, организм, вот, ну... А люди клетки. Ну, может быть так, может быть так, ну, смысл в том, что онтологическая первичность, вот, она за... за вот этим, за целым. За целым, да. Вот. Потому что оно, как бы, целесообразно, оно, там, так сказать, но... Значит, ну, первый момент, который, как бы, тут сразу смущает, такой, ну, как бы, даже задерживаться не хочу на нем, просто отмечу, что... все это звучит очень здорово, когда, вот, общество становится субъектом, вот, но... А кто же тогда становится субъектом ответственности, в том числе? Вот. Ведь проблема в том, что... Когда... Ну, собственно, мы это и наблюдали, то, что в советское время, да, когда, как бы, как там у семи нянек, дитя без глаз, когда за все это отвечает, так сказать, и субъект, короче говоря, всех этих взаимоотношений, это коллектив в целом, всегда, как бы, можно сказать, что, ну, коллектив, как бы, и в ответе. Вот. То есть, нет такого, что ты, вот, персонально, вот, за что-то отвечаешь. И это странно. Странно, ведь, на самом деле, все-таки в православии, там, в православии, когда речь идет об взаимоотношениях с Богом, они все, там, персональны, и ответственность, там, всякие различная. То есть, не то, чтобы, так сказать, не то, чтобы одно напрямую вытекает из другого. Вот. Может быть, как бы, вот эта общинность, вот, соборность, то, что называют, там, все эти наши православные философы, может быть, это, как бы, больше некий языческий уклад, там, русской жизни, нежели, вот, собственно, христианская идея. А может быть, и нет. То есть, ну, как вот сочетается вот это вот добро, вот, как нечто сверхсправедливости, как, как бы, как милость, там, и прочее, вот, как прощение, вот, как это сочетается и выводится ли напрямую из вот этой вот, из другой антологии, где субъектом является не один человек, а общество в целом. Не очевидно. Вот, но мне интересно другое. Я, как бы, хотел вот о чем поговорить. Вот у нас есть два варианта, две антологии. И, поразительно, да, ну, вот мы тут, как бы, так, про Запад говорили, про западное мышление. Вот возьмем того же Канта. Далеко не ходить, мы думали обсуждать Канта или Этик, вот возьмем того же Канта. Вот, у него есть, там, работа, посвященная Этике, но я читал не критику способности, практически разума, не критику практического разума, а у него, как это, там, пролегамены к нравственной теории, там, чему-то там. Вот, ну, смысл в том, что вот там я наткнулся на такую вещь забавную. Вот, ну, это просто очень мило, потому что ты видишь, как Кант перед неким затруднением, как он выпутывается, и это трогательно. Значит, Канту нужно написать, почему, как бы, почему аморально, почему безнравственно заниматься сексом вне брака. Вот, вот, как бы, такая ситуация, да, то есть он должен, как бы, об этом как-то написать и одновременно ему надо, как бы, объяснить, что, ну, вот, а в браке, как бы, это все нормально. Вот, чтобы, как бы, совсем глупым, так сказать, не оказываться. Ну, мы помним, там, что у него, видимо, там, как бы, не все, ну, то есть он сам не был женат, ну, это не важно. Важно то, что, как вот он там, философски выходит из ситуации, выходит достаточно стандартно. Вот, мы сейчас увидим, что, оказывается, не то, чтобы это бы сейчас вот придумано, оказывается, и Канту это приходило в пылу. Он говорит следующее, что, значит, почему плохо, как бы, когда вне брака. Ну, потому что, там, один человек использует другого в качестве объекта, да, как бы, своих желаний, он относится к нему не как к человеку, а как, как бы, к некой вещи, которая может, которая способна удовлетворить его какие-то там, чаяния, вот. И в этом плане он унижает, да, вот, так сказать, партнера. Вот. Соответственно, этого быть не должно. Вот. А что же изменяется, когда становится муж и жена? А тут он говорит, а тут он говорит, ну, они же теперь один субъект, и он не может сам, ну, это тоже, как бы, забавное такое замечание, да, но он же не может сам себя использовать, да, вот. Он же сам к себе как к равному относится, так вот, они теперь один субъект, и этой проблемы нет. Да, то есть мы видим, что, на самом деле, это решение, оно, как бы, понятно, да, но оно, оно несколько искусственное, это как вот там, бог из машины. Юридическое. Да, юридическое. Сказали там, а вот это теперь один субъект, да, точно так же, как с обществом, да, вот сейчас скажем, а вот это один субъект, и после этого, как бы, вроде как, проблем нет. А ведь на самом деле проблема какая? Во-первых, как оно на самом деле обстоит, да, какая из онтологий, как бы, ближе к правде, да, то есть все-таки, что первичнее, там, человек там, или общество, или, там, не знаю, семья, может ли быть здесь каких-то движений, да, то есть у Канта это вообще замечательно, это вот прям вот в духе моего магического мира, так, была одна онтология, как бы, были два отдельных субъекта самостоятельных, вдруг раз, объединились, да, стали одним, вот, то есть, это же как бы на уровне онтологии произошел какой-то сдвиг, ну, так сказать, по мановению любви, вот, замечательно, вот это вот интересный, мне кажется, вопрос. Мне кажется, что изначально общество, понимаешь, как мы выдираем человека из состава общества, как мы вообще утверждаемся в том, что он суверен, что он такой автономен и прочее. Тут, кстати, очень видно, какой канцовский религиозный человек, это же, ну, сразу там, тайцовенчание, там, это уже, это уже не два, а одно, один человек, а не два человека. Нет, ну, понятно, что это и везде, там, да, и в книгах, нет, Кант, как бы, он не то, что он религиозный, да, его продукция в том, что вот, у него есть система, но ему надо обосновать то, что и так ясно и есть, то есть есть вот некие правила, которые, как бы, вот, общеприняты, вот, что вот это плохо, это хорошо, и так далее, да, ему нужно, исходя из теоретических своих построений, из этих вот формальной своей системы, вывести, почему это плохо, понимаешь, он там, совсем же самоубийственным, там, шикарно, да, то есть он объясняет, что вот, как бы, как бы, это потому, что дальше ты не сможешь, как бы, выполнять все остальные, любой, ну, там, остальные долги, которые, ты не перестанешь быть свободным после этого, да, вот, ну, очень странные такие объяснения, но ему как-то надо всегда, то есть не так, что у нас есть некая формальная система, да, вот, как бы, честно бы поступали, да, а потом мы из нее все выводы делаем, вот, ну, на самом деле, из нее просто невозможно из формальной системы без вот этих граничных условий сделать выводы, вот в чем дело, вот, если бы у нас была какая-то система, да, мы бы из нее сделали вывод, да, потом посмотрели, что получается, и что есть, как бы, в реальной жизни, сравнили, там, подкорректируют, это было бы интересно, да, вот, это была бы какая-то новизна, то есть он был бы тогда учителем жизни, который бы сказал, что вот на самом деле, ребята, вот вы живете всего так, а надо по-другому, вот, ну, собственно, христианство в этом плане вроде как и преуспело, да, привнеся, ну, по крайней мере, как бы, вот, когда мы читаем Евангелия, вот, видим, что действовало, ну, на фоне какой-то другой морали, как там излагается, то есть, привносил, предлагало нечто новое, вот, так, ну, ладно, вот я про субъекты, ставил, так, здесь, просто, смотри, вот, если мы феноменологически к вопросу подходим, мы же понимаем, что изначально человек, он, как бы, всегда находится некой внутри, некой целостности, которая называется общество, феноменологически правильно рассматривается человека внутри общества, а не так, как рассматривается абстрактно, что вот есть какие-то отдельные люди, да, и потом, как бы, из них складывается, как вот, из кирпичиков общество, ведь, допустим, как, опять же, критика, ну, стандартная критика феноменологов, да, обыкновенной, как метафизики, в чём то есть, что метафизика вырывает, как бы, из контекста какое-то сущее и рассматривает её так, как будто бы оно существует вне этого контекста. А феноменологически правильно рассматривать всякое сущее также с учётом всего контекста. Точно так же и человек. Вот его вырвали, да, из состава, из контекста, и вроде как он вдруг оказался сувереном, там, оказался автономным, в общем. А если её в контексте поместить, то вдруг в контексте видно на самом деле, что это просто не так. Что на самом деле это не только чаяние, но хочется, чтобы так было. А почему хочется? Потому что вот мне тут кажется, что тут ещё есть проблема метода есть всей классической философии, которая состоит в том, начиная с Декарта, что надо восходить от простого к сложному. Вот некое сложное сущее должно быть разделено на какие-то элементарные вещи, как на атомы. А потом из этих атомов вроде каким-то простым мановением складывается всё остальное сущее. Из атомов складываются молекулы, из молекул складываются вещества, и вот всё вроде понятно стало сразу. И вот эти все переходы, как бы всё стало ясно. Вот это как раз та же проблема метода. Как общество складывается? Берём отдельный атом, человечка, как бы вот этот человечек взаимоотносится с другим атомом, с другим человечком, берём пары, тройки, и так далее, и так далее, и благодаря вроде как бы такому распространению, да, экстраполяции возникает у нас общество. И общество, и поскольку в центре этого рассуждения стоит некий атом, то есть то, что называется индивид, индивид это буквально означает атом, то есть атом это по-гречески, атом, а индивид это просто индивидус это по-латиски, оно и то же означает неделимое. Так вот, есть некий индивид, как бы из индивидов складывается всё общество, и более того, вся система общества, Она и выстраивается таким способом. Как ты правильно говоришь, если антология такова, то все, что в обществе происходит, и рассматривается с позиции того, что есть индивиды, они суверенны, они вступают в некие договоренности. Помните, там такая была интересная теория договора, общественного договора. Что индивиды суверенны, это Луруссо. Они вступают в некие договорные отношения. И этот общественный договор конституирует общество. Причем смотрите, как здесь забавно получается. Говорят про то, что такая идеология, такая антология, такой способ мысли приводит в западном обществе к какой-то катастрофической индивидуации, к разделению, к отделению людей, к отсутствию взаимодействия, распадается институт семьи и так далее. Так вот, на самом-то деле, если мы обратимся к физике и спросим, вот в каком случае систему взаимодействующих каких-то там частиц можно описывать вот так, как ты сказал. То есть, что она складывается из множества мелких частиц. И описав одного, одну из этих частиц, можно это дело размножить как-то и получить их комплекс. Так вот, на самом деле мы видим, что ответ такой, если взаимодействие между вот этими частицами, да, там, между атомами, можно пренебречь, вот, если оно как бы несущественно, вот, тогда, да, тогда как бы можно таким образом мыслить себе эту систему. То есть, западное общество, желая мыслить себя вот так как бы индивидуально, вот, оно, оно как бы и трансформируется, как бы, к тому, чтобы соответствовать, вот, этой идее. Изначальной модели. Да, изначальной модели. То есть, эти связи ослабляются. Почему-то. То есть, какова противоположная ситуация. Вот, если мы имеем человека, да, мы не можем просто прибавить другого человека, чтобы получить общество. Потому что общество рождается не только, как бы, из одного и второго человека, но и из их взаимодействия друг с другом. Так вот, это взаимодействие, его ниоткуда не взять. Вот. Его, как бы, нельзя прибавить, опять же, да, то есть, ну, нельзя человеку прибавить взаимодействие. Оно будет, как бы, болтаться другим концом в пустоте. Вот. Это как отношение, да, как бы, оно, отношение с чем-то всегда должно быть, да. То есть, допустим, субъект-объектное отношение разорвать, да, классическая философия не может и понимает это, и это ее, как бы, не смущает, да, то есть, она не мыслит, как бы, вот эту структуру разорвано как-то. А вот это вот отношение, это и есть то самое, там, взаимодействие, которое потом, если мы изначально его, как бы, не учли, так сказать, в системе, его потом не добавить, не прибавить, не включить. Так и тут, как бы, множество людей, вот, и между ними сразу взаимодействие, и, ну, так сказать, если говорить таким, как бы, квантово-механическим языком, не знаю, языком теории поля, то это взаимодействие по, как бы, по эффекту, производимому на, в целом, там, на какие-то явления, на систему, на события какие-то, не знаю, на... Оно может быть значительно сильнее, нежели вот эти сами, там, элементы, да, то есть их, как бы, вклад, ну, обусловленный тем, какие они, какими характеристиками обладают, чего желают, он, может быть, пренебрежимо, наоборот, мал в сравнении с, как бы, вот, с вот этим вкладом взаимодействия. Я, кстати, еще усматриваю даже некоторые философские проблемы, которые именно и связаны с изначальной постановкой вопроса, да, о том, что такое человек. Вот проблема интерсубъективности, которая, вот, на Западе постоянно уссируется, там, как субъект соотносится с субъектом, ведь оттуда она берется? Она берется из того, что каждый субъект — это отдельный мир, как бы, да, вот, такой локальный, ограниченный, такой суверенный, такой самодостаточный, и как два самодостаточных мира могут соотнестись? У них это целая огромная проблема, да? Вроде как никаким образом другой человек войти не может, потому что всякий раз он будет входить только через призму, как будто, вот, прип, это, как бы, вот, мира, в который он входит, да, то есть всегда будут входить только с позиции субъективности. Там, у Левинаса есть там разговор, да, у человека есть некая тождественность, и все иное не может никак войти, да, потому что все иное сводит тому же тождественному, ну, и прочее, да, вот это вот и начальная проблема, как бы, отчужденности, как вот потом у Маркса это будут, разговоры будут вестись об отчужденности, да, одного человека от другого, там, отчужденность в более широком смысле, но, тем не менее, еще и про человеческую отчужденность, да? И вот это вот, потом, опять же, мы наблюдаем в западном обществе вот это вот понятие правильности, да, как бы, вот, некого личного пространства, в котором вторгаться нельзя. Один человек не может, как бы, помочь другому человеку, да, без того, чтобы тот другой человек санкционировал эту помощь, да? Нельзя даже заплатить там, ну, вот, опять же, вот это вот все идеи, если, там, о эмансипации женщин, за женщину нельзя заплатить где-то там в ресторане, без разрешения самой женщины, да, вот везде присутствует вот эта вот, как бы, соотнесенность двух автономности, поскольку другой человек суверенный, он автономный, то вот ты не имеешь права за него что-то решать, а ты только с его разрешения можешь действовать. И это продвигается вот эта вот суверенность, она в частности, вот все вот эти вот проблемы гомосексуалистов, там, у всякого рода там, извращенцев и прочее, все они связаны с этой правильностью, да, вот с этим личной автономностью. То есть, если вот в этом каком-то автономном мире какого-то человека, там, вот есть такие вещи, то ты, то другой автономный мир, другой человек, другой суверен, просто не имеет права вторгаться, да, вот в частное пространство, как бы, и что-то там от него требует. Иначе говоря, вот их мир, он достиг такой сильной атомизации, да, вот такой индивидуализации, что, что как бы для них даже, видимо, проблематично, каким образом вообще общество спаяно в нечто единое. Потому что общество не может быть спаяно законными, общество не может быть спаяно принципами, да, вот теми прописанными принципами. Вообще спаиваются ни с чем-то другим, вот какой-то другой обществе, той невидимой связью, которая невыразима. Да, вот, это можно назвать культурной связью, языковой обществе, обществе металлитета и так далее. И вот они, как бы, ну, как мне кажется, да, настаивая вот на этом писаном законе, на формализме, вот, на некоторого рода, вот это, на всякого рода кодифицировании, они тем самым разрушают вот эту свою неписанную связь. И вот общество буквально в смысле распадается. Вот эти проблемы вот иностранцев, которые у них возникают, они с чем связаны? Просто иностранцы, которые приезжают, они вот эту внутреннюю связь, неписанную, они пытаются сохранить вот эти культурные различия, да, там, паранджа, там, какие-то там, ну, какие-то свои формы, там, поклонения, там, да. То есть они пытаются держаться, вот, продолжая, вот, находясь на территории другой страны, они продолжают вот эту культурную связь сохранять. А у этого буржуазного, вот этого западного общества, это немыслимо, как это так? Потому что они как атомные должны влиться в общество, а прибывшие вот эти приезжие, они не хотят быть атомными. Они хотят сохранить общество, они хотят сохранить вот это вот единое тело, да, вот, быть чьи-то вот клетками вот этого единого организма, там, да, какого-то там отдельного, там, допустим, исламского мира, там, или еще какого-то другого. Вот эта проблема, на самом деле, она, я говорю, не проблема соотношения религий, как пытаются представить, мусульманство, там, христианство, человек, если какая-то вражда, нет. Это изначальная проблема антологии разных. Вот есть антология, атомизированная антология, да, где общество складывается из вот таких атомизированных индивидов, и есть другая антология, где, на самом деле, каждый индивид вписан в некую целостность, и эта целостность превалирует, как бы, и ты, на самом деле, где бы ты ни был, даже в пустыне находясь, ты все равно чувствуешь себя принадлежно к некому единому организму, да, от плоти, которого ты состоишь. Это просто другая антология, и на самом деле, фактически, борьба идет двух антологий. Помнишь, я тебе писала в киску «Элементарные частицы»? Вот она вся об этом. Буквально, как бы, с точки зрения кванатной механики, там рассказывается, что вот физики давно уже, как бы, мы пережили, вот, эту атомизацию, как бы, перешагнули ее, и поняли, что если описывать мир, то, как бы, описывать его в целом, и от целого идти к частному, вот, а здесь вот, а в жизни наоборот. Ну, в жизни, и в некоторых местах наоборот. Я думаю, допустим, вот, насколько я понимаю, и в японском, и в китайском обществе все-таки они тоже стоят. То есть, что, знаете, мне кажется, что вот это навязывается сейчас. Это ведь, как бы, очень сильно, даже у нас, как бы, это же идеология, она процветает, идеология вот этого индивидуального. Правильно. Так вот, в этом и состоит, когда вот США пытается навязать свои, да, как бы, представления о том, что такое демократия, она на самом деле пытается навязать вот эту атомистичность, да, что вы, на самом деле, она пытается раздробить общество на многообразии вот этих индивидов. А общество этому сопротивляется, любое нормальное общество, да, которое, именно общество, в котором индивиды связаны, да, вот, некоторыми вот этими неписанными связями, да, какой-то традицией и прочее, она просто понимает, вот, чужеродность вот такой, навязываем такого уклада. Дело даже не в том, что США там, или вот эти западные демократии, что они какие-то злонамеренные, да, они-то считают, что в этом состоит добро. У них же антология такая. Они считают, что мир по-другому не может быть устроен. То есть они... А вот эти другие страны, там, африканские, там, страны, там, азиатские страны, там, наша страна, да, она для нас вот такое усмотрение, оно чужеродное. Причем, заметьте, все, как бы, про это, вот там, не знаю, даже взять какой-нибудь фильм «Аватар», да, вот, там, ну, смотрел, да, там же вот этот вот, там, этот лес, там, как они связаны, да, вот этими электрическими... Опять же, да, 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 да. Это же речь об этом, что, да, что вот, как бы, есть народ, который, как бы, живет, и который, как бы, растворен, да, то есть, где отдельная личность растворена, вот в этом, как бы... Во всеобщем, там, в этой, как бы, в этой праматери, там, какой-то природе, да, там, ну, у них, ну, там, природа, как бы, это другой дискурс, но вот такой социальный там тоже присутствует, и есть вот такой индивидуалистический запад, ну, там. Понимаешь, они подключаются там прям, одни подключаются к другим. Вот, это, как бы, это... Причем, и связаны с прошлыми, ими, которые живут. Да, 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 это, как бы, так сказать, визуализация вот той философской проблемы, о которой мы говорим. Причем, как бы, вот интересно про христианство. Я, на самом деле, думал, что... Ну, ты уже об этом говорил, что вот христианство, когда выступает на арену, да, то оно, в некотором смысле, является индивидуалистической религией, да, вот раннее христианство. Оно именно и выступает против вот этого некого общинного... Общинной религиозности иудеев, да. Оно выступает как религия отдельного человека, где не община выступает перед лицом Бога, да, вот иудейская община, да, там, везде в Библии, там, Израиль, да, там, как целое общается перед Богом. А выступает каждый отдельный человек, он тут спасается, и каждая отдельная личность теперь общается с Богом напрямую, да, как бы выступает отдельно. На самом деле, я думал, что наше православие отступило, как ты уже попытался выразить, от этих идеалов, и вернулось к некоторому роду общинности, и вроде как впало в язычество. Я тоже так думал. Но теперь я понимаю, что нет. На самом деле, я думаю, что как раз православие попыталось развить христианство дальше. Потому что есть две тенденции. Тенденция индивидуального предстояния пред Богом. И все-таки, поскольку человек есть частичное существо, есть тенденция предстояния отдельных народов пред Богом. Ведь христианство преломилось в традициях каждого отдельного народа по-разному. На территории России, на территории западных стран, католичество, протестантисты, англиканство, постоянно возникает какого-то рода уточнение на базе какого-то отдельного народа, в чем состоит смысл христианства. То есть христианство каждый раз все-таки как-то осмысляется также с позиции тех традиций, которые существуют на территории данного конкретного страны, данного конкретного народа. И вот наше православие попыталось объединить в себе две черты. Черты с одной стороны того, что каждый отдельный человек пред Богом предстает, и тем не менее этот человек в составе общества, и также и все общество, вся община, допустим, русский народ предстает пред Богом. И вот это вот на самом деле есть продолжение, знаешь, как на новом витке спирали. Вот если еще сейчас, так сказать, пофилософствовать, именно отвлеченно так немножко формально, то что можно сказать? Ну вот, если антологию обсуждать, антология индивидуалистическая, она понятна, ясна, прозрачна, и как бы это ее достоинство. Там говорится, один человек, так сказать, он субъект, он как бы субъект воли, он субъект познания, он субъект всего. Вот, все ясно. Когда мы говорим про неатомизированную антологию, тут сразу же возникают вопросы. Вопросы, как бы первое. Полевая антология. Ну, полевая, да, но я говорю, что это больше на поле похоже, но тут возникают вопросы. Первый вопрос. Есть вариант, который лишен каких-то претензий. Можно сказать, видите, что, допустим, где все человечество в целом, да, вот, представляет собой такое человеческое поле, и люди, как бы, его возмущение там, вот. И это, как бы, будет, ну, такой, как бы, симметричный, достаточно достойный ответ, вот. Но, с другой стороны, как бы, вот, все человечество в целом, это немножко абстрактно звучит как-то, вот. Вот, и на деле это работает все немножко по-другому. На деле мы видим, что какие-то общности в виде, там, народа, вот, там, кто как-то вспомнит какую-то семью, где тоже два человека объединились, вот. И здесь уже методологическая, философская встает проблема. Как это так? Вот, допустим, вот была одна общность, и она была, как бы, ну, как бы, антологической единицей. Вот, потом она, допустим, раздробилась исторически, потом она слилась, там, еще с кем-то. Ну, то есть, изменчивость вот всех этих общностей, народов, вот, семей и так далее. Мы помним, что, как бы, когда мы мыслим себе антологией, мы все время мыслим что-то себе вневременное, что-то, как бы, неизменное, что-то, что до всякого рода истории происходит, да. То есть, что уже, как бы, дано, вот, даны, как бы, не знаю, там, единицы, а дальше пошла игра, вот. А все фишки, как бы, были приготовлены заранее, вот. Вот, а тут получается, что что-то во что-то перетекает, как-то меняется, и антология уже и не антология. И в этом плане, ну, либо, как бы, мы там, либо мы вообще переосмысляем, что такое антология, либо мы говорим, что такая теория, как бы, вот такая общинно-родовая, да, народничная, коллективная, она несостоятельна. Ну, потому что, ну, вот, вот поэтому, да, потому что она должна как-то нам тогда объяснить, каким образом вообще возможно, что, вот, этот субъект, он, как бы, изменчив. Ну, смотри, вот, я это так понимаю, вот, 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 когда мы говорим, вот, мы, конечно, помню, когда-то разговаривали об эгрегорах. — Говори. — Да, и тут вот, чего проблема-то состоит, что эгрегоры — это же попытка найти субъектность вот этих обществ, выразить её как-то каким-то образом. Допустим, вот у православия эгрегоры, у городов даже бывает эгрегор, да, то есть это же ведь, это же ведь некий чёрт, да, или некий дух, да, как бы такое абстрактное, а это вот та самая субъектность, к которой мы могли бы адресоваться, да, говоря о том, что, вот, мы приезжаем какой-то, допустим, вот есть, если говорить об эгрегоре-города, если приезжаем в Москву, у него есть какой-то свой дух, вот, некая своя, как бы, вот, не знаю, как её выразить, да, но что-то такое своё. Так же у других городов, да, вот, это связано с хсатектурой, с многих. — Ну, тут ведь, опять же, вот, это логический вопрос, я извини, что перебиваете, он вот в чём состоит, в том, вот этот дух, это единство, этот субъект, он, как бы, эффективным образом таков, как он есть, то есть это сложились некие равнодействующие, реально существующих отдельных, там, людей, в такую, как бы, ну, и не только, может быть, людей, там, не знаю, там, событий, ещё чего-то, в единый вектор такой, или всё-таки он предшествует им, он такой, какой есть, как единица, и они из него вырастают. Вот чём вопрос. И если вот мы говорим, что он такой, как он есть, всё-таки, как бы, существенное какое-то заявление делаем, потому что если мы сказали, что он просто равнодействующий, да, этот эгрегор, то мы ничего не добавили, мы просто, как бы, сказали, что вот это индивидуалистическое, ну... Я понял, понял. То есть, ну, понятно. Просто факт в чём состоит, что нету тут начала. Понимаешь, когда, когда вот пытаются складывать из атомов нечто целое, везде есть разговор о неком начале, как всё началось. То есть, в самом деле, когда мы говорим о целостности, мы не можем указать, как она началась. Мы не можем сказать, что на самом деле вдруг эта целостность... Были индивиды разрозненные, вдруг чик какой-то момент, и всё это слилось. Это какой-то длинный процесс, многообразных метаморфоз. Вот как вот, например, возникло живое на Земле, или как возникли там один из животных из другого. Мы не можем сказать, что просто взяли клетки, допустим, взяли неживое вещество какие-то, соединились, и получилась клетка. Нет, вот этот скачок качественный, он неописуем. Как вот в этом возникло, как начало случилось, оно непонятно. Другое дело, другое дело, что вот эта целостность, возможно, предшествует каждому отдельному индивиду. Вот, например, вот есть такое понятие, как византийский эгрегор. Да, византии давно нет, а эгрегор есть. Понимаешь, вот... То есть, иначе говоря, вот этот некоторого рода дух, да, вот, некоторого рода целостность, возможно, на самом деле, существует, независимо от того, существуют ли конкретные люди, которые... Нет, это понятно. Но смущает то, что, во-первых, как бы этих эгрегор много. Много. Вот. Что один эгрегор на его место приходит другой. Вот это вот смущает. Да? То есть, что они как реальность, как реальный субъект, к ним претензий нет. Ну, как кантологическая единица. Вот вопрос. Хорошо. Я могу по-другому сказать, да? Вот как с точки зрения физики было бы корректно сказать, да? Вот. Но я сейчас думаю, можно это совместить с антологией или нет. С точки зрения физики было бы корректно следующим образом сказать, что вот есть, как бы, вот, так сказать, все в целом. Ну, то есть, условно говоря, человечество в целом. Дальше мы начинаем смотреть, что вот человечество в целом с некой долей приближения, изучая конкретное человечество, да, вот какое оно есть, с некой долей приближения мы видим, что можно вот отделить вот эту часть от этой, потому что они вот реально меньше взаимодействуют, чем как бы внутри себя. Ну, то есть, вот, допустим, между двумя частями взаимодействие слабо. Вот мы так обнаружили, да? Причем слабо именно в каком-то определенном ключе. И мы говорим, что, ну, или не между двумя, а между десятью частями, да? Мы говорим, что можно их осматривать вот в каком-то приближении, с какой-то степенью, как бы, правомерности, как отдельные части. И мы говорим про народы тем самым. Ну, мы понимаем, что это система подвижная, что что-то может слиться, взаимодействие может, как бы, возрасти, что-то может перемешаться, что-то может, опять же, разделиться, вот. То есть, это все эти субъекты, все эти эгрегоры, все эти народы, да, они предстают как условные субъекты, да, как, как бы, как эффективные. Но эффективные не в плане того, что там сложились, там равновесие, а в плане того, что мы, как бы, раздробили единую целостность, ну, на основании того, что, ну, вот, в каком-то приближении это сделать так можно. Причем мы можем дробить и дальше, и дойти, в конце концов, и до того отдельного человека. Опять же, сказав, что да, вот, если мы забываем про это, про то, про то, про то, вот, то на самом деле, его тоже можно рассматривать как отдельную единицу. Если забыть про вот эти, вот эти, вот эти взаимодействия, в которых, по-моему, там, не знаю, участвуют и существенно участвуют. Вот, то есть, сверху впускать. Ты просто, ты хочешь понять механизм, но это же не... Я не механизм, я хочу понять антологию. Что есть все-таки, на самом деле, что есть? Ну, можешь ты объяснить, каким образом частица проявляет себя так же, не только как частица, но как и волна? Это из этого разряда нет. Ну, как можем достигнуть понимания, вот, есть частичность. Допустим, вот, есть частицы, да, они как-то взаимодействуют. А на самом деле, они ведут себя так же, как составит целостность некоторые, да, как пол. Ну, есть такое понятие, как антология, что есть там, в этом мире, есть пространство, есть время, или это наша форма. Понятный вопрос? Понятный. Вот. Так же и тут. А тебе понятно, что отдельные люди есть только потому, что они в пространстве отделены, что ли? Так мне непонятно, есть они, нет они. Есть в целом, есть народ или есть человечество в целом. Вот, о чем я скажу. Почему тебе кажется, просто издалека пойдем, почему тебе кажется, что человек отделенный, он отделен? Мне так не кажется. Я всегда считал, что есть человеческое поле, что отдельный человек – это всего лишь возмущение. Я как раз так считал. Но я к тому, что тут надо не просто сказать, что атомизм плох, надо высказать какую-то содержательную и… Не, ну я как бы, я говорю, я же не занимался прям морализацией. Почему атомизм плох? Просто атомизм – это определенного рода антология. Но она… Я еще раз, я начал с того, что атомизм, он внутри себя безупречен. Ну, то есть, он, может быть, не верит, да, но там нет вопросов логических, каких-то несостыковок. То есть, атом и атом, понимаешь? А когда мы говорим про неатомизм, про какую-то соборность, про общность, все время вот эта общность, она отдает империчность, что называется. Да? Так это почему? А почему это? Атомизм легко описать в виде законов, а вот эту целостность описать сложно. Я же об этом и начало начал с того, что ни законов, ни принципов. Ты пойми, не в плане этики она отдает империчество, а в плане антологии, в плане метафизики. Есть такое понятие, есть системный подход. Системный подход. Можно пытаться восходить от простого к сложному, да, от атомов в системе, а можно наоборот считать, что вот все системно, что все изначально, в принципе, есть некая система. Это мне понятно. Еще раз, я спрашиваю только об одном. Или ты предлагаешь сейчас, давай как бы обоснуем, что это, системный подход. Да нет, не обоснуем системный подход, а давай скажем, что мы имеем в виду точно. Что мы имеем в виду? Что человечество в целом есть субъект. Или отдельный народ, или два человека собрались, и уже как бы субъект. Во-первых, даже Гегель говорит постоянно о том, что субъектами являются, например, отдельные государства, которые вступают. Так вот государство, или народы, или человечество в целом, или любое сборище людей представляется в игре. Вот о чем. Это вопрос. Нет, еще раз говорю, субъектностью отличается. Вообще говоря, проблема субъектности, она выражается в тем, что на определенных этапах общность людей требует эту субъектность выразить. Вот понятие юридическое лицо какой-то фирмы. Это требование выразить объединенность людей в некой деятельности так же и в виде некого лица, некого субъекта. Понятно. Но это требование может возникнуть и в атомистической антологии. Сложение с боли, и нужно выразить. Мы же говорим про другое. Вопрос состоит из-за того, что не всякая общность обязательно требует субъектности. Люди могут быть объединены в общность, а субъектности не будет. Она будет какой-то расслабчатой, неясной. Потому что точно так же эти субъектности общинные, они на самом деле могут иметь бессознательный характер, а могут иметь, как мне кажется, сознательный характер. Например, партия. Это некая субъектность, которая уже осознала свою субъектность. Люди, объединенные в партию, они осознали, почему они объединены, на каком основании у них возникла общность, что они хотят достигнуть и прочее. Это некая уже сознательная субъектность. А вот, например, семья, это может быть не сознательная субъектность. То есть, субъектность есть по факту, но почему они объединились, что там, то ли там какая-то там любовь, то ли страсть, то ли просто нужда. Нет, они являются единым целым или нет? Вот о чем. По факту они являются единым целым. По факту. По факту. Антологически. Вот. Вот как бы, ну, понятно. Но вот это все равно, смотри, вот есть как бы атомы, а есть, допустим, молекулы. Вот по молекулу по факту едино. Да, ее нельзя развести... Но антологически она не едина. Она как бы, ну, как, либо весь мир антологически единый, опять же, с точки зрения квантовой механики, да? И мы дальше дробим его по своему произволу. Либо мы на атомизм. Нет, поменим из физики все-таки ты как бы... Нет, ну я, физика, только пример выступает. Да я понимаю, ну почему здесь все человечество-то вот, сам по-моему. Ну, при том, а как так получится, что вот у тебя есть субъект, да? Вот. Ну, еще раз смотри. Вот логику отбросить феноменологически. Что первичнее на самом деле, общественное или отдельный, как бы, человек? Феноменологически. Человек, вот, плетен в систему взаимосвязи в обществе. Безотносительно даже обоснований этого. Понимаешь, все эти обоснования сами требуют какого-то другого обоснования. Это бесконечный процесс обоснования обоснований. Вот просто мы открыли глаза и феноменологически мы видим, человек вписан в некую систему взаимоотношений. Мы должны отсюда исходить. А не требовать, чтобы я друг друга... Почему я должен это обосновывать? Если человек вписан... Да я не должен обосновывать, ты должен сформулировать, что ты говоришь. Я хочу сказать, что, как бы, мы видим многообразие общности, да, которые, границы которых действительно трудно установить. Ну, есть партии, есть семьи, там, есть, как бы, просто... Потому что, ну, может быть, человек... Фирмы есть, там, есть государство есть, и много чего есть, обществе. Ну, границы этих обществ трудно установимы. Это факт. Но из этого не следует, что этих обществ нет. Вот в чем проблема. Нет, проблема не в том, что они трудны, а проблема в том, что они подвижны. Подвижны, это хорошо, как всякая жизнь. Вот, это хорошо. Но это сразу, как бы, наводит на мысль. Если мы остаемся, как бы, в классической философии, да, как в русской классической философии, все, что подвижно, оно не имеет отношения к основанию мира. Подвижно. Оно относится к психическим феноменам, к, как бы... К философическим феноменам. А субъект, как один человек, потом неподвижен, что ли? Неподвижен. Это точка. Нет. В том-то и дело. Нет. Ну, как конкретный субъект. Это и абстрактный субъект, так он, формально. Но он же не делится на два. Он же не прибавляется. Он и бессознательный у него есть, и все эти психические. Нет, но при этом он неподвижен, понимаешь? Как он неподвижен? Но он есть такой, какой он есть. Он вот, как бы, как со всеми своими, допустим, ты вот прибавил к нему бессознательный и прочее, но вот конглумера, он такой и отстал. Вообще-то мы, на самом деле, обсуждали это, что человек, на самом деле, не сводим к одной субъектности, а есть некоторый конглумератный субъект. Мы же об этом даже обсуждали. Не, мы это обсуждали. Это та же самая проблема и в обществе. Но от того, что мы это обсуждали, оно, как бы, с точки зрения... Человек-учрежденный субъект. То есть, такое же, как и общество, учрежденный субъект. Все учреждается. Нету субъектности, вообще не бывает субъектности, антологической субъектности, а какого рода учредительной субъектности. Мы учредили субъект такой, как человек отдельный, мы учреждаем такой субъект, как общество. как партия, и мне кажется здесь та же самая логика ну хорошо, тогда как бы это так можно сказать но это означает сказать, что антологии как таковой нет, и вообще идея антологии, которая с древних времен была это собственно и была та самая ошибка считать, что есть что-то там на самом деле на самом деле, конечно, что-то есть просто что? просто есть мы сейчас пытаемся понять не то, как на самом деле, а в чем состоит разница мы можем не понимать что состоит с собой это неинтересно, разница понятна сразу с первых слов, а теперь интересно это просто другая задача, не задача это действительно понять, как на самом деле, это уже более фундаментальная задача тут я даже как бы не предлагаю понять в том плане, что вот узнать как оно все-таки на самом деле я предлагаю, что когда мы высказываем вот некую новую этическую концепцию альтернативного атомизму она не новую ну не новую, другую этическую концепцию альтернативного атомизма чтобы она была так же богата в своем содержании как и атомизм потому что отомизм он ошибочно или не ошибочно он говорит, как на самом деле он говорит, что на самом деле, по его представлениям есть отдельный человек да? он newsletter он про множество субъектов не говорит про все это не говорит. Вот он есть отдельный человек, свобода воли и так далее. И это как бы фундамент, кирпичик бытия. Это атом, из которого все потом сложится. Общество там и так далее. Он говорит это. А здесь как бы мы так до сих пор не сказали. Мы сказали, что есть какая-то общность. Но если она вот такая подвижная, если она как бы может... Она как бы эмпирична, оказывается, эта общность. Нет, ты, во-первых, прав, на самом деле. Как чего-то состоит эмпиричность. Это, наверное, требует дополнительных исследований. Единственное, что я могу сказать... Потому что они сугубо философские. Нет. Единственное, что я могу сказать, что здесь вот просто есть некое основание, то, что называется системный подход. Вот можно попытаться понять, как система живет. Что такое система, как она существует, как она развивается и прочее. То есть ничего больше как бы здесь добавить. Я пока сейчас буквально сходу не могу. Для меня было существенное различие. Потому что изучение вот этого нового подхода к этике, он требует еще отдельного исследования. Вот так вот сразу, мне кажется, сходу сразу его нельзя. На самом деле даже известно, да? Вот сразу даже ответ известен, что мы, наверное, все являемся, вот, когда я говорю человечество в целом, человечество в целом, мы, наверное, все являемся частями Бога, условно говоря. Вот. И, ну, то есть, вот это вот человеческое поле единое, это и есть, как бы, вот, какой-то такой Бог. Да. Вот это было бы, как бы, одна из возможных антологий, и она была бы, как бы, такая... Ну, у Игоря и Грегора их много, опять же, да? Ну, тем не менее, можно же, я бы Грегоричу, человечество Грегоричу, и это было бы то, что ты называешь Богом. В смысле Игоря, до Него. А, как бы, я-то все-таки, как бы, далеко и таки идущий делал бы выводы. Хотя в этом, это один из способов говорить о том, что Бог есть не просто Бог абстрактный, да, ученых и философов, а живой Бог, настоящий. Ну, это, как бы, получается не так, что это говорится, чтобы про Бога сказать. А Бог тут необходим, чтобы как-то привести, ну, к менее... Ну, то есть, сделать вот эту вот концепцию общности менее эмпиричной, более, как бы, укорененной в бытии, там, не знаю, более антологичной, более метафизичной, да, чтобы там были какие-то неизменные основания. Ну, смотри, как бы, я тебе уже это говорил, как бы, ты просто немножко, как бы, оставил это в стороне. Дело в том, что, как развивается... У тебя, получается, система выстраивается из индивидов, как бы, вне времени, что ли, да? А я-то говорю о неком роде развитии, да, вот о том, о том, что называется, может быть, можно назвать эволюцией и так далее, где существуют скачки. Вот, понимаешь, вот люди как-то сначала жизнь может быть разрознена, потом как-то все это объединялось, объединяется, и каждый раз эти объединения, они возникали скачкообразно. Государство не возникло так, что люди сидели, каждый в отдельности, а потом раз, оно и возникло. На самом деле, правильно, и правильно ты говоришь. А вы разлились. Я-то как раз сразу сказал, что вот эта вот теория, как бы, того, что человечество в целом надо рассматривать, или там Бога, это такая же абстракция, как и вот этот атомизм. Вот. Но тут как раз надо что-то в философском мышлении поменять, что-то существенно поменять, чтобы, ну, вот, стать на позицию вот такой историчности бытия, что ли, да, вот, историчности вот этих субъектов, историчности фундамента мира, да, то есть, что мир вот в своем, в своих кирпичиках, да, из которых служат, он историчен. Что были вот одни, условно, как ты скажешь себе, там, столь, не знаю, тысячу лет были одни кирпичики, да, в мире, а потом стали другие, из-за того, что они там, как-то, вот, там взаимодействуют. Как так? Это совершенно противоречит всякому, как бы, философскому посылу классическому. Ну, вот именно, что классическому. Да, да. Хотя Гегель ведь о чем говорит, что уже дух изначально был нечто единое, и что, как бы, его проявление в каких-то индивидуальных формах, это что только инаковение, частное инаковение этого единого, как бы, абсолютного духа, который должен был все этапы пройти для того, чтобы сам себя, там, как бы, сам себя осознать. Да, пожалуй, что Гегель уже, да. Уже, у Гегеля это есть, но реально, как бы, вот, европейская философия, она все-таки остается на позиции Канта, где вот все складывается вот из этих частей, да, вот, какие-то, есть какие-то разрозненные детали, элементы, и как вот, как-то раз, вот так вот совокупляют, да, и как будто бы все вот так вот из этих, вот, как конструктор. Ну, условно говоря, да, вот есть конструктор, да, это антология. А дальше, как бы, пожалуйста, складывай как угодно, да, запуская как угодно историчность, в плане того, что там они как-то перегруппируются, ну, да, конструктор не трожь. Не меняй детали, не говори, что этой детали теперь не стало, да, появилась другая деталь. Вот это, как бы, запрещено. Причем Гегель, поэтому Гегель на Западе и не любит, а любит Канта, и везде только один, везде у них Кант. Потому что Гегель-то, на самом деле, у него изначальная позиция, что все целостно. А что, как бы, вот, то наблюдаемое нами, как бы, разнообразие, это просто, как бы, мы видим, конечно, различия, да, вот. Я тебе более того скажу, вот эта вот онтологичность, нет никакой другой трансцендентализма, кроме как вот такой онтологичности. Это и есть трансцендентализм. Когда ты говоришь, что, как бы, вот основания мира, вот они неизменные, как бы, отдельные от мира, вот, как вот этот конструктор, как правила игры, они отдельные. вот и проистекающая уже как бы история и движение там вот это вот и есть как бы различие дистанция внутри мира как бы да непреодолима вот его двусложность такая вот а имманентность только может состоять в том что как бы правила игры и конструктор и то что с ним происходит это суть одно и то же и как бы он меняется исходя из самого себя и так далее и тому подобное да в этом кстати как раз да гегель как раз именно монетный философ а контор ты же не любишь такое как раз это и была идея моего магического мира я имманентист на самом деле это же магический мир вот это он я как раз стоял за то что нет как бы различия между вот этим вот потусторонним как бы трансцендентальным антологическим основанием и и конечно же когда ты прав ведь на самом деле когда я пытался запад и восток различить нельзя было так уже там рубить прямо посередине как будто будут совсем уже надо на вас на западе ничего этого нет скорее речь идет о превалировании потому что и действительно гегель плотят плоти западный философ но тем не менее вот он именно склоняется к этой монетности к этой целостности и с другой стороны у нас все-таки гегеля больше полюбили дорогие или и врастающий в него маркса а как-то как-то у нас конечно уважает но все-таки это не наши соответствует нашей нашему духу трансцендентный философ и бог даже у нас ведь этим назад за западе бог понимается это как процентный как ничто да вот как нечто как такое не высказываемое да там потусторонние а вот у нас удивить не так понимать бог как-то понимается и монетно как скорее как дух какой-то да дух народа как скажем так как проявление как нечто проявляющееся в духе народа как будто благодать когда нечто проявляющееся как бы то что как бы являя себя в момент но видишь дом проблемы и моменты философии то в том что она но она как бы схлопывает большое количество различий она как бы объединяет мир и многие вопросы снимает да ну снимает в каком-то негативном смысле вот допустим есть вот различие там любимая там кантовская можно сказать различия вот хотя может быть в таком виде она у него непосредственно существует различие между произошедшим по факту и по праву вот как вот что-то произошло вот оно произошло по факту но по праву ли оно так произошло заведомо опять же по праву да 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 там самонтомизм и там сам то но бы наши по правилу вот эти да как бы это и есть вот антология есть как бы правило не как бы изначально как бы они как априорная как априорная как что-то как бы что ни в коем случае не может быть задета и изменено вот той эмпирики которая здесь как бы проистикой а уусер даже такой смешно есть выражение что если вы даже все тела убрать люди закутки да тени все равно существовал μέг этот правило да закон существует до того как могила Esseb одна как бы согласно этому закону соответственно ну да а у студии это не так полагает заполучается бы на есть поток а когда допустим ничего что как бы этому закону подчиняем если все тела убрать из оконки готы не будут даму зависит как бы но это обвинят в свою очередь мир, потому что ты не можешь этот нюанс, что-то произошло, а ты, допустим, как европейский человек задумываешься. Они же как раз в этом упрекают американцев, которые якобы тоже стали манинтами такими. Так вот, что-то произошло, а ты задумываешься, а вот оно произошло по праву или не по праву, понимаешь? Легитимность власти и так далее. Если как бы, это тоже вопрос Гегеля, как раз он же там любил, там, словословик-то власти. Вот, если что-то происходит, значит оно происходит как бы... Потому что он конкретен был. Конкретен был. Ну, это понятно, да. Но смысл в чем? Когда основания отдельны от эмпирического мира, которые на основании этих оснований действуют, да, между ними возможен конфликт. Что-то может происходить как бы неправильно. Когда принципы априорны и перпендикулярны тому, что в этой версии вы подчиняете. А это значит коллизия, это значит как бы какое-то движение, это значит, что можно вставать на какую-то сторону, на сторону правил, на сторону жизни. Тогда мораль тогда, если на точку зрения морали ставится, тогда мораль становится эргористической. Ты должен действовать независимо от ничего. Да, понятно. А на другую сторону встанешь, ты будешь быть принципным. Нет, а на другую сторону, да, ты будешь со стороны выглядеть беспринципным. Ты будешь конкретно действовать каждый раз. Там есть интрига, а как только ты схлопнулся в момент, то есть этот мир, у тебя как бы даже такое различие казалось бы, хотя на самом-то деле оно у нас есть, вот мы же мыслим такое различие, значит в каком-то смысле оно нам нужно. Ну я не знаю, то есть оно же, как вот с этими различиями, мы это уже обсуждали все время, мы же не можем их так вот просто придумать, высосать из пальца. Нет, ну наверно можем. Ну, значит надо попытаться эти два подхода удержать одновременно и постоянно с одной позиции смотреть, то и в другую. Возможно, синтез действий, поскольку они противоречат друг другу, не знаю, невозможно, наверное, а попытка удержания двух подходов, да, для того, чтобы целостность видеть, да, с одной точки зрения, с другой точки зрения, это возможно. Нет, ну, может быть, как раз Гегель так и делал, у него же тоже была там борьба всяких там. У Гегеля же ведь тоже получается, на самом деле, что этика возможна только на уровне народа. Сейчас еще-то как-то я посидел и пока мы разговаривали, понял, что ведь Гегель так и стоит на этой точке зрения, что целостность, перевищение каждого отдельного индивиду. Но если у него даже сознание, где-то как бы сознание вообще, а не твое там... Фактически мы имеем коллизию, как бы, с точки зрения этики, это Канн против Гегеля. Канн – это абстрактная этика категорической оперативы, этика принципов, этика законов, этика справедливости. И Гегель, этика добра, да, этика конкретного бытия, да. Потому что эта этика конкретного бытия, она настолько конкретна, что она выражается даже в некой народе, в народе как бы выражается, да, в том, как народ живет. Это в бытии, неком реальном бытии. То есть этика, она реально, это реальное готование способа бытия народа. Как только мир, как бы, такой становится симмонизм, она просто выражается в том, в чем выражается. Может в народе, может в семье, может еще что-то, да. Все уже, как бы. Ей даже не поставить, перед ней даже не поставить вопрос законности, почему ты, как бы, говоришь от лица народа, а не от лица семьи, или наоборот, понимаешь? То есть уже, как бы, нет этого различия. Надо Гегеля почитать, что вдруг я что-то понял, на самом деле, что тут действительно путь к Гегелю, еще с другой стороны. Но путь-то, ну, как бы, путь-то, видишь, он одновременно как бы... Он однобокий немножко, да, это и есть такой момент. И вообще говоря, здесь, знаете, что самое обидное? Что как бы мы ни рационализировали, мы всегда попадаем в некие такие вилки, где все уже сказано. Вилка Кант, Гегель, там, или еще какие-то другие вилки. И никогда не удается что-то, как бы, исследуя, достигнуть некоторой оригинальности, а всегда, каждый раз, вот, вот, это только, все, что логика нам предоставляет, в смысле возможности, только этого и можно достичь. То есть, вот, а все это уже исследовано в каком-то отношении, да, и мы просто повторяем путь, уже пройденный пилософом. И вот сейчас, в частности, опять же, достигли как никакого понимания, которое уже у Гегеля уже существует. Продолжение следует...